В завершении выпуска несколько слов о событиях последних месяцев, вызвавших общественный резонанс. Попрание традиционных нравственных норм и поругание церковных святынь побудило депутатов Государственной Думы Российской Федерации начать формирование межфракционной группы по защите христианских ценностей. По заявлению депутата Думы Сергея Гаврилова, проект одобрен священноначалием Русской Православной Церкви. Весной 2012 года по храмам Русской Православной Церкви пронеслась волна кощунственных акций. Начало было положено скандальной выходкой группы панк-феминисток на амвоне Храма Христа Спасителя 21 февраля. Выступление и задержание молодых женщин, которым было выдвинуто обвинение по статье хулиганства, широко обсуждалось в СМИ и блогах, вызвало общественный резонанс и полемику. Все, что направлено против врага, все хорошо. Все, кто являются врагом твоего врага, это твои друзья. Похоже, именно так сейчас мыслят некоторые редакторы газет, некоторые блогеры, некоторые руководители второслотных и второразрядных телеканалов. И так против Церкви ведется организованная кампания. Об этом и шла речь на Высшем Церковном Совете. И по этому поводу был сделан документ обращения Высшего Церковного Совета, который сейчас активно распространяется среди духовенства и мирян нашей Церкви, в наших монастырях, в наших храмах. Этот документ достоин того, чтобы каждый, кто относит себя к Русской Православной Церкви, внимательно его прочел и подумал, что сделать для защиты Церкви. Первый заместитель председателя Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов, а также депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, выступили инициаторами создания группы по защите христианских ценностей. По словам депутатов, цель инициативы – использовать законодательные возможности для противодействия хулиганским выходкам по отношению к Церкви. Сегодня в Государственной Думе создана межракционная депутатская группа, которая поставила целью защиту христианских, в первую очередь, православных ценностей. Очень важно подчеркнуть, что это депутаты, которые едины в своих оценках происходящего, те, которые действительно искренне веруют, которые ходят в храмы, исповедуются, причащаются. Но самое главное – они активно переживают. Осквернение храмов, издевательство над чувствами верующих, над их святынями коснулись не только России. Все это давно знакомо сербскому православному населению Косово и Метохия. А весной этого года на стенах сербских храмов и монастырей появились лозунги террористической организации. Произошел обстрел из огнестрельного оружия древнего храма. Такие события не могут восприниматься иначе, как угроза хрупкому миру и равновесию в регионе. Депутаты Государственной Думы с огромной озабоченностью оценивают ситуацию в обществе, потому что мы считаем звеньями одной цепи и нападки на патриархию, и рост насилия, и самоубийство подростков, и кровавые инциденты в наших храмах. Именно поэтому было принято решение объединиться представителям всех фракций Государственной Думы в группу по защите традиционных христианских ценностей. Мы считаем, что крайне важные вопросы находятся в поле рассмотрения именно парламентариев. Сегодня нужно проявить свою волю к защите веры, волю, направленную к верности Церкви и ее предстоятелю. 22 апреля, в день воспоминаний уверения апостола Фомы, будут проходить молебны при каждом кафедральном соборе и пархе Русской Церкви. Каждый верующий может вновь явить всему миру торжество истинной Христовой, совершив стояние в защиту веры поруганных святынь Церкви и ее доброго имени.